МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Татьяна. Вы знаете, когда я думала, кого пригласить в этот праздничный эфир, сразу почему-то увидела информацию об Одесском художественном музее и подумала, что я хочу видеть кого-то из Одесского художественного музея, хочу видеть вас здесь, в этой студии. Потому что на самом деле для меня музей и то, что сейчас с ним происходит, у меня очень ассоциируется с теми изменениями, которые происходят в стране. Правда, может быть, я так глобально начала думать, да, но это есть израда, и пары моха в этом есть, и все в куче. И вот этот механизм, он уже запущен, и он все равно идет вперед, как кому бы там что не нравилось, как бы кто не осуждал, все равно все больше сторонников, все больше людей с энтузиазмом, все больше тех, кто что-то делает. Поэтому рада видеть вас у нас. Это взаимно. Ну, правда, вы верно отметили, потому что если раньше музей это была такая институция, которую посещали, ну, в лучшем случае, там, в раз в два месяца или в месяц, чтобы просто пройтись по музею и посмотреть на классические работы, то сейчас музей превращается, ну, возможно, отчасти в ивент-площадку, потому что у нас много концертов, литературных чтений, лекций о музыке, об искусстве, ну, и, конечно же, выставочная программа, поэтому мы очень стремительно развиваемся, я надеюсь. Вы ньюсмейкеры такие в последнее время, да, и у вас проходят очень оригинальные концерты, кто принимает решения и как они проходят. Вы понимаете, я как помню, да? На самом деле, у нас есть новая команда, да, я работаю в музее вообще три месяца, и мы недавно подбивали статистику, что мы успели за, ну, вот это время, мы успели сделать три выставочных проекта, это была выставка Влады Ралка, это был проект граффити, когда мы пустили граффитчика в просто выставочный зал, они прямо на стенах создавали свои работы. А вы уже как-то можете? Да, но, тем не менее, это не была музеификация граффити, то есть это все было в порядке допустимого, мы потом закрасили стены, и вот открыли выставку Владимира Наумца, нашего такого легендарного, нон-андерграундного, нон-конформиста, и вот она продолжается до сих пор, продлится до 3 сентября. Ну и, конечно же, все наши лекции, ивенты, концерты, всегда это, зачастую это происходит спонтанно, когда мы вечером сидим на планерке, обсуждаем планы на будущее, и кто-то звонит директору Александру Ройбурду и говорит, ой, а мы в Одессе, и он их проголосовывает в музей, собственно, так же произошло с группой Хаммерманса еще и вирусы, и, ну, правда, мы все довольны, это было очень здорово. И ничего страшного не произошло ведь, правда? Ну, правда, мы собрали очень много гостей, наверное, было человек 80, но это максимум, который мог себе позволить наш Серебряковский зал, поэтому все, кто пришли на концерт, они знали, на что они подписываются и куда они идут. Ну, конечно же, нам почитали морали, мы это все почитали, посмеялись, но, тем не менее, мы продолжаем работать и будем продолжать в том же духе. Ну, вы действительно ньюсмейкеры, и вы даете такие поводы для обсуждения, и очень хорошо, потому что говорят о музее, говорят о его работе, если раньше, бывает, спросишь кого-то там, ты знаешь, где находится Одесский художественный музей, кто-то говорил, там, называл совершенно разные адреса, пасты, раз, и что угодно приходилось слышать, а сегодня все знают, где находятся, говорят, ой, да там же так же, хорошо, главное, говорите, главное, приходите, знаете, где. И я знаю, что вот благодаря именно такой информативной политике, политике скандальной немножечко где-то с привкусом, на самом деле это все играет хорошую роль в развитии музея. И даже смотря по вот, кто у нас сегодня платит за билеты, и можно по деньгам даже посчитать, да, как развивается музей, я знаю, что у вас такие уже рекордные суммы даже. Ну, есть такое. На самом деле хочется тоже отметить, что наш музей открыт абсолютно для всех, то есть и дети могут, например, прийти в пятницу и получить там свой контент, пройти воркшопы, мастер-классы, и молодежь, и взрослые, и все кто угодно, то есть у нас абсолютно разные мероприятия, для разных людей абсолютно. Поэтому, ну, стремимся к лучшему, я надеюсь. Дети могут и нарисовать картину, я знаю, что это все очень близко, вплоть до того, что если раньше нельзя было даже подходить, да, к произведению искусства, то сегодня можно как-то так вот влези, хоть под прикоснуться. Да, кстати, у нас недавно был Kiss Choice, когда детки могли отметить лучшую работу в одном из залов, мы им выдавали наклейки, и они прямо на стенах возле понравившейся картины могли отметить. Кстати, этот же формат мы будем повторять для взрослых, которые нам писали и говорили, как же так, мы не можем проголосовать, мы тоже хотим. И вот будет бесплатный день, воскресенье 26 августа, когда каждый получит набор наклеек, это будет лайк и сердечко, и каждый сможет отметить понравившуюся работу, и затем мы обещаем, что сделаем экскурсию по выбору взрослых, то есть те картины, которые выберут взрослые, мы проведем экскурсию через некоторое время. Вы подготовили в эти праздничные дни не только экскурсии, много разных ивентов, расскажите о них. Ну вот сегодня, 24 числа в пятницу, мы начинаем с деток. Ксения Стоянова вместе с детьми будут создавать существа в стилистике наив-арт, в стилистике Марии Примаченко. Давайте расскажем, кто такая Ксения Стоянова. Ксения Стоянова очень... Это же ведь потрясающе вообще. Конечно, она прекрасный живописец, очень тонкая душа, именно она, как никто другой, чувствует детей и умеет с ними общаться, поэтому она проведет два мастер-класса в этой стилистике, поэтому мы приглашаем всех деток и взрослых даже присоединиться, потому что это будет увлекательно. Это примитивизм называется, да? Да, да. Он такой глубокий, на самом деле, мне кажется. Абсолютно. И, конечно же, он украинский, это наша гордость. Работа Марии Примаченко есть и в собрании Одесского художественного музея, поэтому для нас это тоже очень здорово и интересно. Затем сразу же после Ксении могут к нам присоединиться взрослые и присоединиться к нам в гроте, потому что мы делаем абсолютно интересный формат. Это встреча в гроте за бокалом Игристова. Нас поддержала в этом вопросе Sparkling Wine Gallery. Все, кто приобретут билет, получат бокальчик Игристова, смогут спуститься в грот. И послушать моноспектакль Татьяны Коноваловой, нашей потрясающей актрисы одесской. Поэтому это будет следующее за детьми. Это надо предварительно регистрироваться, верно? Честно говоря, нет возможности просто прийти и сразу зайти в группу. Это правда. Все-таки лучше себе обеспечить место в группе, зайти на нашу страничку на Фейсбуке, найти нужное мероприятие и просто зарегистрироваться, и мы будем точно знать, что к нам придет тот или иной гость. Затем у нас будет лекция Дмитрия Сикорского. Это такой очень тонкий коллекционер, который собирает фарфор, украинский фарфор, конца 19-го, начала 20-го века. И это очень увлекательная будет лекция, которая начнется в 6 часов вечера. Также буду всех просить регистрироваться, потому что мест, правда, очень мало. К сожалению, музей все тех же размеров. У нас есть одна площадка, где мы можем проводить лекции. Это зал Серебряковой. Поэтому вот будет лекция Дмитрия Сикорского еще. Отлично. С 24-го мы переходим в 25-е число. Я знаю, что планируется также показ фильмов. Это будут тут именно украинские фильмы? Вот как раз 24-го вечером вся эта вереница событий будет плавно перетекать в показы кино. То есть в пятницу сегодня вечером в 9 часов вечера мы покажем украинское независимое короткометражное документальное кино. Это современное будет кино или это архивы? Причем это фильмы-победители в разнообразных фестивалях. Нам это удалось сделать с общественной организацией с участной украинской кино и с общественной организацией «Одесситы вместе», которые очень нам помогли вчера, когда мы праздновали день флага, и сегодня, когда мы будем показывать это кино в 9 часов вечера. Это будет на всю ночь показы? Ну, хроновитраж будет где-то часа так два. Конечно, мы не можем без вишенок на торте, поэтому будут некоторые сюрпризы. Это будет прямо происходить под открытым небом. То есть это будет маленький камерный двор музея, поэтому всех ждем в гости. Ой, я была однажды на таком вечере во дворе. Это было потрясающе и очень атмосферно. И даже люди вокруг собирались, кто-то там за забором, извините, за такие подробности. Все смотрели, слушали. Тогда музыка была. Я знаю, что вы подготовили концерт, и на этот раз он так же пройдет в этом дворе, да? Да, все верно. Ну, 25-го у нас будет Александр Перепелица. Это сын Александра Перепелицы, Кармелы Цапкаленко. Он пианист, в него есть свое трио. Это новая музыка. Это новая музыка, которая будет звучать именно в музее, потому что мы отреставрировали фортепиано. И вот в Серебряковском зале зазвучит фортепиано, зазвучит виланчели и скрипка. И все это будет происходить в субботу, в пять часов вечера. Опять же, подробности у нас на странице, и желательно зарегистрироваться. И для нас это тоже очень интересно, потому что, например, родители Александра, они основатели такого фестиваля «Два дня и две ночи» экспериментальной музыки. Поэтому в зале будет как никогда интересно. Тоже, наверное, очень много сюрпризов. Это будет экспериментальная музыка тоже? Это будет новая музыка. То есть, на самом деле... Авторская? Авторская в том числе. Мы заинтригованы. Это должно быть очень интересно. По крайней мере, такого еще в музее не было. И как раз это будет очень здорово. И для нас тоже очень здорово, что наконец-то рояль зазвучит. Нам очень помог Евгений Лемберг в этом. Поэтому вот тоже ждем очень этого концерта. Но тоже нужно регистрироваться предварительно, верно? Да, обязательно, конечно. Маша, а это такая практика уже будет и в последующих тоже мероприятиях? То есть нужно будет... Это как-то правильно? Я думаю, что да, потому что все-таки, когда вы регистрируетесь, вы точно обеспечиваете себе место, комфортно и спокойно, билет. И вы можете не сомневаться, что мы для вас припасем место. Ну, конечно, к нам можно присоединиться, но мы не гарантируем, что они будут места. Расскажите о бесплатных экскурсиях, которые вы тоже планируете вводить. Я знаю, что вот уже прямо на носу они практически. Тоже нужно успеть подготовиться и, возможно, зарегистрировать. Вот в воскресенье как раз мы вводим такую традицию. Теперь каждое последнее воскресенье месяца будет официально бесплатным. То есть в музей можно будет прийти бесплатно с 10.30 до 5 часов вечера и погулять по экспозиции и по временным выставкам. И это абсолютно бесплатно. На это воскресенье мы подготовили небольшую программу. У нас будет несколько видов экскурсий. Это экскурсии в грот, которые будут стартовать час за часом. То есть их будет три. А также будет обзорная экскурсия по музею. Их также будет три. И небольшая прогулка по выставке Владимира Наумца. Поэтому это то, что мы приготовили на бесплатный день. Ну и, конечно же, это голосование для взрослых, когда каждый получит наклейку и будет голосовать. Расскажите, сезон осенний, который начнется, он тоже будет такой насыщенный? Потому что я так понимаю, что сейчас мы летний уже завершаем. Потихоньку рассказали о том, куда можно пойти, какие концерты посидеть, какие мероприятия, кто куда захочет, кого в сердце куда поведет. Но на осень тоже хочется подготовить. Тоже планируете проводить вот точно так же бурно и активно, и привлекать внимание к Одесскому художественному музею? Обязательно. Первое сентября, в День знаний, Александр Топилов, музыкант, писатель, будет проводить у нас лекцию про обложки для пластинок. Это кавер-арт. И это тоже такая связь между рок-н-роллом и искусством, потому что он будет рассказывать о том, как, например, Энди Уорхол сотрудничал с группой Velvet Underground, и почему это вообще произошло, и как. То есть, начиная там от 60-х, он будет исследовать и рассказывать про искусство оформления пластинок, потому что Александр, он меломан, он любитель винила, поэтому никто другой об этом так круто не расскажет, как Александр Топилов. Это у нас 1 сентября. А 2 сентября директор Одесского художественного музея Александр Ройберт будет проводить экскурсию по музеям и по новинкам, которые у нас появляются в музее. Поэтому уже всех ждем и приглашаем. Знаете, очень интересная практика, что вот сам директор музея проводит экскурсии. Я знаю, что он начал практически на следующий день после того, как вступил в должность. Вначале эти экскурсии были закрытыми, там вроде бы как для приглашенных гостей, а потом это уже вошло в абсолютно нормальную практику. Да. До сегодняшнего дня я так понимаю, что это происходит. Действительно, это очень здорово, потому что так как Александр рассказывает обо всех работах, правда, не расскажет никто, но тем не менее мы будем продолжать такую череду экскурсий, когда, например, Борис Бурда у нас проводил экскурсию. Это тоже было интересно. И каждый рассказывает что-то новое, что-то другое. И это всегда очень интересно. Поэтому будем готовиться и продолжать такую серию экскурсий, авторских. Поэтому, да, продолжаем. Скажите, вот еще такой, все-таки бытовой какой-то момент. Я помню, что весной и зимой этого года, в начале этого года тяжелая была ситуация в некоторых отделениях. Да, это верно. Там вплоть до того, что нельзя было даже туда заходить. И, конечно, сердце обливалось кровью, когда я, например, видела, как капает с потолка, что-то и у многих так. Я понимаю, что нужно готовиться сейчас к осени и к зиме не только вот в плане мероприятий, но еще и, возможно, к какому-то ремонту, для того, чтобы защитить экспонаты. Очень важные и дорогие. И все эти средства, о которых мы сегодня говорим, там, приходите туда, приходите сюда, покупайте магнетики, еще, может быть, какие-то сувенирную продукцию. Это все для чего? Не для того, чтобы ведь эти деньги там кто-то себе в карман положил, правда? А для того, чтобы музей успеть подготовить. Получается ли это сделать, скажите? На самом деле, этим начали заниматься, начала заниматься команда Мюзеем Фоченч, когда, вот вы видели все эти фотографии, когда текли световые фонари, когда заместитель директора Александр Ковальчук писала посты о том, приносите ведра в художественный музей. Ну, правда, это было очень печально, не только для эстетической, не только с эстетической точки зрения, но и все то, что происходило с картинами, это безумная влажность, в общем, это было ужасно. Теперь нам, ну, потихонечку мы переходим на другой уровень. Вроде бы есть такая сумма, которая нам позволит отремонтировать фонарь в зале Серебряковой, собственно, где мы проводим все лекции и все мероприятия. Поэтому я очень надеюсь, что все будет хорошо. Вот, ну и затем на очереди это выставочный зал, который тоже не в лучшем состоянии, но мы сейчас работаем над тем, чтобы сделать вот ремонты в этих двух пространствах. Потому что мы в этом очень остро нуждаемся. Ой, и мне хочется, конечно, пожелать, чтобы все это сложилось, и мы всячески готовы вас поддерживать. Спасибо. И давайте напомним, что когда вы приходите в музей, вы действительно становитесь такими маленькими меценатами этого музея, потому что даже небольшая какая-то сумма, которую мы платим за вход, а входы в наш музей, сцена за входы, они очень низкие в сравнении с европейскими музеями, скажем. Эта сумма, она вся идет на ремонт и восстановление потрясающего музея, который мы все очень любим, ценим. Маша, а сами вот вы скажите, вы ассоциируете те изменения, которые происходят в музее, скажем, с теми изменениями, которые происходят в Украине? Больше такой философский, я понимаю, вопрос, но праздничный. На самом деле пришла, да, эта новая команда, которая получила свою силу недавно, там, 4-3 месяца назад. И, конечно, это такая небольшая революция, которая у нас происходит внутри музея. То есть, например, недавно у нас там была скульптурная революция, когда мы доставали работы таких авторов, как Мормоны, как Эдуардса, и придавали им новую огранку. Кстати, теперь они введены в экспозицию, на них можно будет посмотреть, ну вот прямо вот уже. Так же, как директор музея достает работы из запасников, из фондов и вызволяет их, обрамляет их, мы собираем там на стекла и на рамы. Это такая действительно небольшая революция, которая у нас сейчас происходит в музее. У нас есть такая негласная одна из любимых работ. Это Бершацкий, революционерка. Мы ее немножко ассоциируем с собой. Нам бы хотелось думать, что все-таки мы сдвигаем этот процесс, который был мертв, с этой точки. Поэтому, конечно, можно провести некоторые параллели с тем, что сейчас происходит в Украине. Но, конечно, не без войн, не без конфликтов, но все-таки мы надеемся на лучшее. Так и будет. Спасибо огромное за то, что вы пришли к нам. Я напоминаю, в гостях у нас Мария Целоева, заведующая выставочным отделом Одесского художественного музея. Я поздравляю вас, Маша, с праздником. Спасибо. Говорю вам спасибо за ту культурную революцию, которую вы делаете и подаете примеры другим музеям. Уж поверьте, я общаюсь здесь немного и знаю, как хорошо к вам относятся и тоже берут пример и создают свою революцию. Уж если революция, то пусть она будет культурной. Спасибо вам большое и с праздником. Я хочу поздравить вас также с праздником, сказать вам, что ничего не бойтесь, потому что у нас уже все есть, а еще больше будет впереди. Это был дневной эфир седьмого телеканала. В студии провела его с вами Татьяна Милимко. Всего доброго вам и Днем Независимости Украины.